Моё почтение и уважение дорогим гостям! Полный оригинальный текст сказки Шарли Берро «Золушка». Жил однажды богатый и знатный человек. У него умерла жена, и он женился второй раз на такой бессердечной гордячке, какой больше не сыщешь. У неё было две дочери, во всём похожие на мамашу, такие же заносчивые злюки. А у мужа была дочка на редкость кроткая и ласковая, вся в покойную свою мать, добрейшую женщину в мире. Мачеха сразу же показала ей свой злой нрав. Её раздражала доброта падчерицы, рядом с этой милой девушкой собственные её дочери казались ещё противнее. Мачеха взвалила на девушку всю самую грязную и тяжёлую работу в доме. Она и посуду чистила, и лестницу мыла, и полы натирала в комнатах капризной мачехи и её избалованных дочек. Спала она на чердаке под самой крышей на тоненькой подстилке. А у её сестриц спальни были с паркетными полами, с пуховыми постелями и зеркалами от пола до потолка. Бедная девушка всё терпела и боялась жаловаться отцу. Он только разбронил бы её, потому что во всём слушался своей новой жены. Окончив работу, бедняжка забивалась в уголок у самого очага и садилась прямо на полу, за что старшая мачехина дочка прозвала её Замарашкой. Но младшая, не такая грубиянка, как сестра, стала звать её Золушкой. А Золушка и старенькая платьица была во сто раз милее своих разряженных сестриц. Как-то раз сын короля решил устроить бал и созвал на него всех знатных людей в королевстве. Были приглашены и Золушкины сёстры. Как же они обрадовались, как засуетились, выбирая себе наряды и украшения. А Золушке только прибавилось работы. Ей надо было гладить юбки и крахмалить воротнички для сестёр. Сёстры без конца толковали, как бы получше нарядиться. Я, говорила старшая, надену красное бархатное платье с кружевами. А я, перебивала её младшая, платье я надену обыкновенное. Зато сверху наброшу накидку с золотыми цветами и бриллиантовыми застёжками. Такая не у всякого найдётся. Они заказали лучшие мастерицы чепчики с двойными оборками. Купили самые дорогие ленты. И во всём спрашивали совету у Золушки, потому что у неё был очень хороший вкус. Она от всей души старалась помочь сёстрам и даже предложила их причесать. На это они милостиво согласились. Пока Золушка причесывала их, они спрашивали её. «Признайся, Золушка, тебе очень хотелось бы попасть на бал». «Ах, сестрицы, не смейтесь надо мной. Разве меня туда пустят?» «Да уж, правда, все бы покатились с осмеху, если бы увидели такую заморашку на балу». Другая бы за это нарочно причесала их похуже. Но Золушка по своей доброте постаралась причесать их как можно лучше. Сёстры два дня ничего не ели от радости и волнения. Старались потуже стянуть себе талии и всё вертелись перед зеркалом. Наконец настал желанный день. Сестрицы отправились на бал, а Золушка долго смотрела им вслед. Когда их карета скрылась из виду, она горько заплакала. Золушкина тётушка увидела, что бедная девушка плачет, и спросила, чем она так огорчена. «Мне хотелось, хотелось бы», а слёз Золушка не могла договорить. Но тётушка догадалась и сама, она ведь была волшебница. «Тебе хотелось бы на бал, правда?» «Ах, да», – со вздохом ответила Золушка. «Обещаешь быть во всём послушной?» – спросила волшебница. «Тогда я помогу тебе поехать на бал». Волшебница обняла Золушку и сказала ей, «Вступай в огород и принеси мне тыкву». Золушка побежала в огород, выбрала самую лучшую тыкву и отнесла её волшебнице, хотя никак не могла понять, каким это образом тыква поможет ей попасть на бал. Волшебница выдолбила тыкву до самой корки, потом прикоснулась к ней волшебной палочкой и тыква мигом превратилась в золочёную карету. Потом волшебница заглянула в мышеловку и увидела, что там сидят шесть живых мышей. Она велела Золушке приоткрыть дверцу мышеловки. Каждую мышь, которая выскакивала оттуда, она трогала волшебной палочкой, и мышка сейчас же превращалась в красивого коня. И вот вместо шести мышей появилась превосходная упряжка из шести лошадей мышиной масти в яблоках. Волшебница задумалась, откуда бы взять кучера. «Пойду посмотрю, не попала ли в крысоловку крыса», – сказала Золушка. «Из крысы можно сделать кучера». «Верно», – согласилась волшебница, – «пойди посмотри». Золушка принесла крысоловку, где сидели три большие крысы. Волшебница выбрала одну, самую крупную и усатую, тронула её своей палочкой, и крыса превратилась в толстого кучера с пышными усами. Тогда волшебница сказала Золушке, «В саду за лейкой сидят шесть ящериц, пойди принеси их мне». Не успела Золушка принести ящериц, как волшебница превратила их в шестерых слуг, одетых в расшитые золотом ливреи. Они так ловко вскочили на запятки кареты, как будто всю жизнь ничем другим не занимались. «Ну вот, теперь можешь ехать на бал», – сказала волшебница Золушке. «Довольна ты?» «Конечно, только как же я поеду в таком гадком платье?» Волшебница коснулась Золушки своей палочкой, и старое платье мигом превратилось в наряд из золотой и серебряной парчи, богато расшитой драгоценными камнями. В придачу волшебница подарила ей пару хрустальных туфелек. Свет не видел еще таких красивых туфелек. Пышно разодетая, Золушка уселась в карету. На прощание волшебница строго-настрого приказала ей вернуться до того, как часы пробьют полночь. «Если ты пробудешь хоть на минуту дольше, – сказала она, – «Карета твоя опять станет тыквой, лошади превратятся в мышей, слуги в ящериц, обычный наряд, старое платье». Золушка обещала волшебнице уехать из дворца до полуночи и, сияя от счастья, отправилась на бал. Королевскому сыну доложили, что прибыла неизвестная, очень важная принцесса. Он поспешил ей навстречу, помог выйти из кареты и повел в зал, где уже собрались гости. В зале сразу наступила тишина. Гости перестали танцевать, скрипачи перестали играть. Так все были поражены красотой незнакомой принцессы. «Какая красавица!» – шептались кругом. Даже сам старик-король не мог на нее наглядеться и все твердил на ухо королеве, что давно не видел такой красивой и милой девушки. Адамы внимательно рассматривали ее наряд, чтобы завтра же заказать себе точь-в-точь такое, только боялись, что не найдут достаточно богатых материй и достаточно искусных мастериц. Принц проводил ее на самое почетное место и пригласил танцевать. Танцевала она так хорошо, что все еще больше залюбовались ею. В самый разгар беседы Золушка вдруг услышала, что часы пробили три четверти двенадцатого. Она поскорее распрощалась со всеми и поспешила уйти. Вернувшись домой, она прежде всего побежала к доброй волшебнице, поблагодарила ее и сказала, что хотела бы завтра опять попасть на бал. Принц очень просил ее приехать. В то время, как она рассказывала волшебнице обо всем, что происходило на балу, раздался стук в дверь – это приехали сестры. Золушка пошла им отворять. «Долго же вы пробовали на балу?» – сказала она, протирая глаза и потягиваясь, как будто только что проснулась. На самом деле, с тех пор, как они расстались, ей совсем не хотелось спать. «Побывала бы ты на балу?» – сказала одна из сестер. «Тебе бы некогда было скучать. Туда приехала принцесса, да какая красивая. Красивее ее никого на свете нет. С нами она была очень любезна, угощала нас апельсинами». Золушка вся задрожала от радости. Она спросила, как зовут принцессу, но сестры ответили, что никто ее не знает, и принц очень этим огорчен. Он что угодно отдал бы, лишь бы узнать, кто она такая. «Наверное, она очень красивая», – улыбаясь сказала Золушка. «И счастливецы же вы! Как бы мне хотелось хоть одним глазком посмотреть на нее! Милая сестрица, пожалуйста, одолжите мне ваше желтое домашнее платье!» «Вот еще выдумала», – отвечала старшая сестра, «чтобы я дала свое платье такой заморашке, да ни за что на свете!» Золушка так и знала, что сестра откажет ей, и даже обрадовалась, что бы она делала, если бы сестрица согласилась ей дать свое платье. На другой день Золушкины сестры опять поехали на бал. Золушка поехала тоже, и была еще наряднее, чем в первый раз. Принц не отходил от нее, и нашептывал ей всякие любезности. Золушке было очень весело, и она совсем позабыла о том, что приказывала ей волшебница. Она думала, что нет еще и одиннадцати часов, как вдруг часы стали бить полночь. Она вскочила и упорхнула, как птичка. Принц бросился за ней, но догнать ее никак не мог. В торопях Золушка потеряла одну из своих хрустальных туфелек. Принц бережно поднял ее. Он расспросил стражу у ворот, не видел ли кто, куда уехала принцесса. Стражники ответили, что видели только, как из дворца выбежала бедно одетая девушка, больше похожая на крестьянку, чем на принцессу. Золушка прибежала домой, запыхавшись, без кареты, без слуг, в своем стареньком платье. От всей роскоши у нее осталась только одна хрустальная туфелька. Когда сестры возвратили из бала, Золушка спросила их, было ли им так же весело, как вчера, и приезжала ли опять прекрасная принцесса. Сестры ответили, что приезжала, но только когда часы начали бить полночь, она бросилась бежать, да так поспешно, что уронила с ноги красивую хрустальную туфельку. Принц поднял туфельку и до конца бала не сводил с нее глаз. По всему видно, что он влюблен в прекрасную принцессу, владелицу туфельки. Сестры сказали правду. Прошло несколько дней, и принц объявил по всему королевству, что он женится на девушке, которой придется по ноге хрустальная туфелька. Сначала туфельку примеряли принцессам, потом герцогиням, потом всем придворным дамам подряд, но она не годилась никому. Принесли хрустальную туфельку и к Золушкиным сестрам. Они из сил выбивались, чтобы втиснуть ногу в крохотную туфельку, но ничего у них не получилось. Золушка видела, как они стараются, узнала свою туфельку и спросила с улыбкой, можно и мне примерить туфельку. Сестры в ответ только высмеяли ее, но придворный, который пришел с туфелькой, внимательно посмотрел на Золушку. Он увидел, какая она красавица и сказал, что ему дан приказ примерять туфельку всем девушкам в королевстве. Он усадил Золушку в кресло и едва поднес туфельку к ее ножке, как она наделась совсем свободно. Сестры очень удивились, но каково же было их изумление, когда Золушка достала из кармана вторую такую же туфельку и надел ее на другую ногу. Тут подоспела добрая волшебница, коснулась своей палочкой старенького Золушкиного платья, и оно на глазах у всех превратилось в пышный наряд, еще роскошнее прежних. Вот когда сестры увидели, кто была прекрасная принцесса, которая приезжала на бал. Они бросились перед Золушкой на колени и стали просить прощения за то, что так дурно обращались с ней. Золушка подняла сестер, расцеловала и сказала, что прощает их и только просит, чтобы они всегда любили ее. Потом Золушку в ее роскошном наряде повезли во дворец к принцу. Она показалась ему еще красивее, чем раньше, и несколько дней спустя он женился на ней. Золушка была так же добра душой, как и прекрасно лицом. Она взяла сестер к себе во дворец и в тот же день выдала их замуж за двух придворных гельмож. Подписывайтесь, дорогие любители сказок! Желаю вам сказочной мудрости! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова